Действие сериала разворачивается в 1979 году. Актер Владимир Епифанцев переквалифицировался в следователя по особо важным делам и вовлек мазырян в тайны советской коррупции. Киноплощадкой наш город стал вместе со столицей. Мэтры российского кино говорят, свою роль русской Астрахани Мозер сыграл исключительно. Замечательный порт, такой немножко заброшенный, потому что он фактурный, он нам интересен. И прекрасная река. Для съемок в Мозере декорации строить не пришлось. Уютные скверы, городской парк, речной порт и живописные виды набережной стали отличным антуражем для съемочной группы. Между съемками актеры успели оценить не только природную красоту Полесья, но и городскую инфраструктуру. У вас прекрасная улица центральная. Постройте там кафешки, чтобы недорогие, чтобы молодежи было приятно посидеть. Вот прогулять, 10 метров прошел, сел в другое кафе, кофе выпил, сел в другое, в третье, четвертое. Какие-то бутики прикольные, с недорогой, но модной одеждой. Что же у вас, кроме мебели ничего нет тут. Сразу в нескольких сериях коррупции жители Мозере увидят знакомые лица. Режиссер Александр Дорога отметил не только искренность и открытость мазырян, но и умение качественно работать. Мазыряне замечательные люди, очень добрые, очень светлые, открытые, готовые, в общем-то, выполнять любые просьбы. Ну, что касается кинематографа, конечно. И вели они себя замечательно на съемках. А что касается детей, ну, это были вот те люди. Мы их специально переодевали в одежды 79-го года, прошлого века. И мне кажется, им тоже доставило это удовольствие. Юных актеров массовых сцен на площадку приводили родители. Взрослые мужчины приезжали сами. Многие из них признавались. Главное, не гонорар, а возможность исполнить детскую мечту. Я об этом вообще никогда не думал. Просто подвернулся случай и решил попробовать. Тем более сказали, что в Масловке надо быть моряком. А в детстве мечта всех детей была быть моряками, летчиками, космонавтами. Вот, можно сказать, что как бы маленькая мечта сбылась. Съемки в других городах продолжатся еще несколько месяцев. Планируется, что на большие экраны сериал «Коррупция» выйдет уже в конце этого года. И внимание нескольких тысяч мозорских зрителей этой ленте уже обеспечено. Екатерина Юрченко, Олег Фитцнер, телеканал «Мозорь». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!